будет пригодиться запись я потом выложу куда-нибудь залью скорее всего на google диск записи занятий пусть тоже пригодятся у меня еще со времен прошлого дистанта где-то завелся сайт на сайте завелась страничка на которую сейчас вроде бы она у вас показывается должна быть по крайней мере и вот раздел education у него собственно материалы за разные учебные года лежат весны 20 года заодно и по-видимому придется частично сюда выложить и осень 21 как не прискорбно как бы этого не хотелось вот такие вот дела с этим материалом совсем так экран видно все все хорошо да благодарю а то не очень отвык немножко от зума до этого все биби биби работал сейчас решил не париться и проплатили счетку чтобы проще был в общем вот так материала значит будут здесь вот на той сайте ссылку тоже через объявление разошлю да и так найдете на у меня на странице вконтакте повисит так будем надеяться у нас то сегодня не затянет слишком долго будем надеяться не затянется все слишком надолго давайте потихоньку начнем вот 801 народ еще включается конечно человек вроде бы почти все так в общем мы с вами прошлый раз занимались ой ну вот был нажать волшебную кнопку shift мы с вами занимались прошлый раз немножко классификации звезд так сейчас чата постараюсь спрятать господи момент то забыли ножка зубом как пользоваться все эти вещи так 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 вот вот мы с вами поклассифицировали звезды посмотрели какие они бывают какие они могут быть и всякое такое посмотрели что есть главная постеленность вот это вот самая главная постеленность на которой у нас примерно 80 90 процентов всех звезд сидит и 10 процентов выбиваются с нее стороны вверх вниз оказываясь в итоге собственно говоря но оказывает гигантами карликами и прочее так так и может быть можно писать если у меня проблема в том что может быть перо будет случайно черкаться где-нибудь не пугайтесь это нормально но она шалит вот я нашел несколько красивых задач которые поставим на практику на практические занятия может быть на следующей неделе удастся сделать хотя если сегодня время останется то я наверное перескочу на нее сколько так сказывать все получается быстрее чем живьем чем во время обычной лекции к сожалению и погодим что-то как есть несколько задач которые позволяют очень легко написать трагмодинамику причем такую незамысловатую трагмодинамику на уровне уродения Менделеева-Клаперона даже можно описать оценить характеристики звезды и такая задача будет очень даже ну будет неплохо смотреться в нашем курсе хоть она и не имеет под собой серьезных физических оснований с точки зрения современных скажем так взглядов но тем не менее для исторического развития в целом для простой качественной оценки она очень хороша кроме того есть более хитрые задачи которые позволяют вам описать эту главную последовательность если посмотреться она вся практически выглядит прямой линии она выглядит прямой линии с двумя хвостиками и вспоминаю что у нас логарифмический масштаб по температуре и по светимости это означает что у нас когда звезда сидит на главной последовательности то у нее светимость какой-то степени альфа и температура в какой-то степени бета они попросту константы то есть у нас вот главная последовательность описывается по сути дела вот этим вот законом каким-то альфа и бета надо находить из физики из того какие соотношения между температурой между энерговыделением звезды существуют и между их размерами в частности но для этого надо будет более детально залезть в недра звезд посмотреть что у нас там происходит есть все таки это удастся уже более-менее нормальном рабочем режиме сделать у меня все констерты в университете остались ничего я сейчас вообще сижу и импровизирую вот давайте перейдем на источники энергии звезд в принципе понятно думаю никаких секретов нету что главный источник энергии звезд это термоядерный синтез и надежно установлено это было только вот в 1930-е годы даже позже на самом деле потому что 1930 году 1930 их тот вейдзекер которого мы вспоминали на одной из первых на первой лекции была его формула упомянута и ханс бета другой тоже немецкий по моему немецкий все таки физик физики ядерщик они разработали модель первую историческую модель описывающий термоядерный синтез внутри звезд другое дело что их модели казалось несколько ограниченной применимостью и например наше солнце она особо не описывает но тем не менее это была первая идея окончательно все было развито уже в 1950-х годах только на самом деле область науки нельзя сказать что такая уж и совсем старой в общем совсем древняя скажем так область науки в отличие от механики и от задач про равновесие звезд которым будем рассматривать все довольно просто на самом деле до бета вайдзекера были идеи о том что звезда на самом деле она разогревается за счет того что она просто зажимается но тут оказалась такая проблема можно кстати поискать еще аналогичную проблему личную задачу про возраст земли вы можете открыть задачник севухина севухин не задачник учебник севухин курс общей физики 2 том если я не ошибаюсь и там есть задача про остывание земли и была идея в том что температура повышение температуры в недрах земли оно связано с тем что она исторически сформировалась жалость разогрелась и поэтому вот она до сих пор просто остывает и мы этот эффект наблюдаем что у нас температура с глубиной земли растет на 3 градуса на каждые 100 метров среднем по планете где-то бывает сильнее до 6 градусов где-то послабее там до одного-двух на среднем именно 3 градуса на каждые 100 метров глубины температура возрастают и была идея показать что это связано с сжатием исходного вещества планеты и оказалось что она должна была остыть примерно за пару миллионов лет по оценкам около того посмотрите учебник севухина действительно там вот с точки зрения скажем так не учебный а популярный он тоже красиво читается и в принципе если вы до этого на учебники севухина внимание не обращали это специально напишу севухин курс общей физики они зубодробительные в чем-то но там и квантовая механика хорошо изложена которую вам проходить следующий семестр на самом деле вся база на есть и разные интересные задачки они присутствуют в том числе задача про оставание сжатого шара про оставание сжатого шара вот если мы эту задачу про оставание сжатого шара применяем к звезде у нас конечно увеличивается сила тяготения но оказывается что звезда все равно должна просуществовать ну где-нибудь там сотню миллионов лет не более того но уже когда эта модель была на звезды распространена на самом деле даже когда была сформирована модель сжимающейся разогретой земли действительно было уже известно надежно геологически что земле нашей на самом деле четыре с половиной миллиарда лет и поэтому эти данные в общем-то про сжатие шара они ошибочно они ошибочно оказались ну и собственно стали думать потихоньку развивалась наука открыли явление термоядерных реакций естественно что открыли термоядерные реакции само собой только теоретически вот этот момент когда что то что мы не можем воспроизвести здесь на земле до сих пор сто лет уже прошло термоядерные реакции мы так и не собрали нормально то есть экспериментальный который будет во франции он запустится наверное лет но лет через 10 должен стартовать если никаких накладок не будет может быть чуть поменьше чуть пораньше запустит сейчас строительство активно идет вот термоядерная реакция она выгодна действительно тем что давайте я перелесну на самое начало презентации пусть будет так это у нас слайд под номером 26 вроде бы вот когда мы находимся вот на этом графике снова про удельную энергию связи мы видим что у нас энергия связи она возрастает по мере увеличения номера удельная энергия связи проходящийся на один элемент если мы начнем считать полную массу простите то есть идея термоядерная реакция она очень простая конечно так это думаю тоже наверное известно но все равно расскажу лишний раз получается у нас есть какие-то исходные элементы x и грек они сталкиваются взаимодействуют получается какой-то элемент z может быть не один допустим z плюс плюс w и при этом может как-то выделяться или поглощаться энергия плюс минус типовая энергия x y z и w это химический элемент просто обозначен хотя с фольфрамом не путайте откуда эта самая теплота возникает оказывается что если мы посчитаем массу исходных продуктов исходных вернее компонентов массу ядер x и y и возьмем массу ядер z и w которые у нас получаются они оказываются друг другу не равны они оказываются друг другу не равны есть так называемое явление дефекта массы которая как раз связана с энергией связи энергии связи этих самых ядер проще всего конечно с водородом него потом h11 на этом графике даже не отметим у него не у него нету на где связи вот он здесь находится можно сказать у него дефекта масса нет а у дейтерия уже возникает что получается что мы даже на с ним то даже на уровне одного ядра вот когда вы берете вот этот самый дейтерии масса 2 ну h21 она не равна массе протона и массе нейтрона вместе взят часть массы она переходит в энергию связи этого самого ядра в энергию сильного взаимодействия и получается вот такой момент который долгое время был общем то непонятен но вот это я в кавычках напишу это выражение потому что но довольно грубо с точки зрения физики наверное звучит на самом деле часть массы переходит в энергию в энергию связи и у нас может получиться так что энергия связи у одних ядер энергия связи продуктов суммарно она может получиться меньше чем энергия связи исходных элементов и тогда эта самая энергия она сбрасывается в виде тепла в виде ну в виде тепла смысле она уходит на кинетическую энергию вот этих вот осколков или продуктов реакции то есть что для деления что для синтеза все одинаково избыток энергии которые здесь есть он превращается в кинетическую энергию продуктов ну а кинетическая энергия ядер или атомов или молекул в веществе мы это знаем это у нас переходит лучше написать переходит генетическую энергию это у нас уже обычная тепловая энергия генетическая энергия продуктов реакции посчитать это все мы с вами на практике тоже постараемся я постараюсь одно занятие выделить на такой забег в ядерную физику чтобы можно было что-то посмотреть посчитать просто ради интереса пощупать все эти формулы вживую задачник у нас есть хороший старый написанный львом вольковичем справоком замечательный задачник которым с которым единственно главное иметь правильную таблицу для расчетов к сожалению с этой таблицей есть некоторые сложности с поиском в общем вот получается у нас что есть неравенство массы исходных компонентов реакции и продуктов из это самое неравенство сбрасывается или поглощается если у нас вещество более тяжелое оно сбрасывается или поглощается в виде энергии есть разные варианты давайте я полистаю обратно на источники энергии ну и что получилась такая вот глобальная в итоге идея что у нас получается источник звездной энергии это термоядерная реакция это установлено было в рамках первой модели Бютера и Вайдзекером со временем стало в принципе ясно что основной источник энергии звезд это на самом деле обычный водород и не более того он может гореть по разным циклам с помощью посредством скажем так разных процессов но тем не менее этого вполне достаточно для того чтобы поддерживать существование звезды в течение очень долгого времени до миллиардов лет даже десятков миллиардов лет и сотен миллиардов лет как это может быть для самых легких тусклых красных карликов которые могут существовать времена много раз превышающая время жизни вселенной и водород горит примерно 10 процентов всего времени существования звезды 90 процентов то есть это по сути дела с основной самый серьезный источник энергии когда у нас звезда расходует водород когда она расход водород она находится вот здесь вот на главной последовательности именно здесь на этих линиях это все полностью чем выделена еще главная последовательность это горение водорода горение водорода внутри звезды когда у звезды водород исчерпывается исчерпывается в дело вступает гелий и она начинает немножечко ползти от исходного положения у него начинает чуть-чуть увеличивается яркость увеличивается светимость но она все еще остается на главной последовательности с нее и с нее не уходит не уходит то есть горение гелия оно занимает порядка десяти процентов времени существования звезды 90 процентов времени 10 процентов чуть меньше в общем сумме они дают чуть меньше ста эти две на самом деле два интервала потому что звезде надо еще остальное до израсходовать но тем не менее это тоже миллионы лет миллионы лет она может находиться в таком не очень стабильном уже состоянии которые чуть-чуть разогревающиеся повышается температура меняется немножечко цвет увеличивается светимость причем учитывая шоколаде логарифмическое у нас смещение на одну один шажок увеличивает светимость десять раз в принципе нормально наше солнце такой же его ждет через пять миллиардов лет посмотрим ну вот получается что получается что получается сначала загорит водород и звезда долгое время стабильно сидит в одной точке этой самой главной последовательности когда водород заканчивается в дело включается гелий он немножечко звезду распихивает и разогревает потому что там начинается горение во-первых внешних слоев вокруг ядра звезды и разные разные другие особенности по которой тоже надо будет отдельно поговорить ну по крайней мере с курс упомянуть можно будет ну а дальше если успели возникнуть новые элементы они не всегда возникают на самом деле не всегда они могут возникнуть но в нынешних звездах это справедливо потому что опять же если горение звезды первого поколения первого поколения простите за почек получается не очень хороший звезды первого поколения в них только водород и гелий других элементов попросту не было только водород и гелий эти звезды существовали на зарежении вселенной я про них тоже упоминал, это были белые и голубые звезды, которые быстро израсходовали свое горючее и рассеялись по Вселенной в виде более тяжелых элементов. В современных звездах у нас есть, как минимум, углерод, есть азот, кислород, то есть хотя бы вот эти базовые органика, базовые органические элементы. Понятно, что не вещества, а элементы, из которых строится органика, там присутствуют, и эти звезды уже называются звездами второго поколения и даже звездами третьего поколения сейчас, в них уже более тяжелые элементы включаются в горение после гелия, после гелия вплоть до кремния, вплоть до кремния это предельная реакция, потому что кремний плюс кремний нам дает железо, вот такая вот типичная реакция. И здесь у нас энергетический выход реакции становится меньше нуля. Когда у звезда начинает появляться железо, она начинает охлаждаться, у них выпадает внутренний источник энергии, источник равновесия, который ее удерживает от коллапса, и попросту-напросто звезда уже разрушается, вспыхивает как сверхновая, либо просто сбрасывает оболочку. В общем, разные варианты способов. Возможно, на разных этапах может произойти что-нибудь непредсказуемое, неожиданное, непонятное с определенной вероятностью. И некоторые звезды, скажем, до этапа горения кремния, они, в общем-то, не доходят. Они могут на этапе горения гелия сбросить оболочку, остаться белым карликом. Тоже возможный вполне вариант. Потому что гелий горит не очень устойчиво. Гелий горит не очень устойчиво. Здесь происходят вспышки, могут произойти вспышки, которые попросту рассеют оболочку звезды. Они так и называются, гелийовые вспышки, которые приводят к неустойчивости звезды. Если чего-то хочется спросить, уточнить, вы, пожалуйста, переспрашивайте. Можно даже голосом. Я не против. Вот так вот это не сказал, потому что чат у меня закрыт, я его не могу не увидеть. А так, если что-то уточнить, прокомментировать, дополнить, пожалуйста, без всяких проблем. Перебивайте, я не против. Могут происходить гелийые вспышки, рассеивающие атмосферу звезды. Да, на почку. Мне, кстати, предлагали в свое время медицинские пойти. Возможно, поэтому после нашего бакалавриата он просит все и пойти переучиваться на медика. Слава Богу, оказался. И как-то более интересно. Вот, получается, у нас вот три таких этапа существования звезды. Присутствуют горение водорода, горение гелия и горение более тяжелых элементов. Оно происходит быстро, там счет идет на тысячи лет, на некоторых этапах, даже на часы и минуты. То есть, когда у вас везде загорается кремний, ну, она обычно примерно за сутки после этого она разрушается. Вот этого надо избегать. А все остальное можно, все остальное пусть работает. Хотя то, что со сведущей что-то становится не так, я думаю, станет понятно, когда у нее загорится гелий, потому что начнет резко вырастать цветимость. И по сравнению с тем, что сейчас у нас, в общем-то, это и так понятно. Мы это заметим. Заметим. Но я думаю, что в будущем, когда это все-таки станет уже критично, что-то будет придумано для возможности управления даже такими процессами в том числе. 4 миллиарда лет еще впереди. Я думаю, что возможность что-то придумать будет. Вот. Давайте перейдем тогда к деталям. Если каких-то вопросов, уточнений нет, давайте перейдем к деталям. Вот такие немножко загудные, скучные рассмотрения про цепочек реакций внутри звезд. У меня они заняли в целых три страницы в описании, по-моему, на листе. Конспект накидан бумажный. Наиболее существенной реакцией для звезд на главной последовательности является, как ни странно, вот этот самый простейший протон-протонный цикл. Почему протон протонный? Потому что вот самая начальная реакция. Здесь протон плюс протон. С этого все начинается. Два протона сталкиваются, погождают дейтерий, второй изотоп водорода. При этом появляется, вот здесь не подписан, один электрончик. А позитрон даже, позитрон. Пописан на самом деле. Где-то снизу есть. То есть даже не просто элитрон, а позитрон, его античастица, антивещество возникает. Один протон обязан превратиться в нейтрон, и он должен забросить положительный заряд электрический. То есть вот эта вот реакция на самом деле здесь, ну вот под этой стрелочкой подразумевается, что у нас один из, когда два протона склеиваются ядерными силами, то под действием ядерных сил один из них становится неустойчивым, можно сказать, и сбрасывает избыток энергии в виде позитрона и в виде нейтрина. Нейтрина, я вот не знаю, вы тоже слышали или не слышали про эту частицу. У вас сейчас атомная ядерная физика как-то идет, но скорее всего вы там на данный момент где-нибудь в районе фотоэффекта, может быть, в образовании спектров находитесь, учитывая объем курса сжатой частицы нейтрина. Так, кстати, у меня здесь неправильно, здесь написано антинейтрина, вот эту тильду надо защеркнуть, это не должно быть. Так, в общем, этого значка здесь нет, просто буква НЮ. Нейтрина на самом деле довольно интересная звезда, довольно интересные частицы, с которыми много связано, в том числе в астрофизике, так если вспоминать некоторые недавние, буквально 10-летние давности и 15-ти изыскания, была так называемая проблема солнечных нейтринов, как раз связанная с протон-протонным циклом, сейчас про нее тоже отдельно подробнее расскажу, тоже интересный был момент. Так, в общем, вот, обозначения стандартные для ядерных реакций, в общем-то, в чем-то школьные, в чем-то нет, мы пишем химический элемент, слева от него внизу мы пишем зарядовое число, заряд ядра, вот у нас заряд справа, пишем массовое число, ой, справа, вверх, сверху, слева тоже, слева. Справа тоже пишут, в принципе, такой вот вариант тоже возможен, ну, не то, чтобы между ними есть большая разница, можно, в принципе, и так, и так писать. Не критично, но более-менее такая стандартная запись, когда все индексы указываются слева, чтобы справа можно было записать степень, там, или какую-нибудь еще величину, хотя водород степени 2, я не знаю, что такое водород в квадрате, немножко, но тем не менее. Хотя водород в кубе можно представить, берем кубик, наполняем его водородом, получаем водород в кубе. Как-то вот так. О чем это? Ладно, всю терминологию, нотацию для ядерных реакций, то есть я, получается, видимо, я спрошу вашу, ну, я спрошу Данила Александровича Петрова насчет введения, насчет того, уместно ли привести с вами пару по решению задач на ядерную физику, астрофизическую такую, я думаю, что это все равно уместно. И дальше, если он скажет, что не очень уместно, я все равно ее проведу, кто-то беспокойтесь в этом плане. Ну, надо будет просто материал немножко скорректировать, скомбинировать так, чтобы не было каких-то неожиданностей и потом, что вот вас вам показали, и на астрофизике я с вами разобрался вот так вот, а там вы делаете по-другому. Согласовать подходы в работе. Давайте к протону-протоновому циклу дальше перейду. Вот у нас, получается, на первом этапе нам нужно, чтобы внутри звезды встретились два протона. Два ядра водорода, два атома водорода. Это нормально, потому что звезда состоит из водорода, в общем-то. Его там 90%. Даже в первичном газе Вселенной у нас по массе 70% водорода, а по количеству атомов еще больше. В количественном отношении это вполне может быть где-то в районе 90% должно быть. Именно если считать число отдельных частиц. Эти самые два ядра водорода нам дают диетерий. Они дают диетерий, при этом рождаются два позитрона. Но у нас же вот этот самый водород, он сам по себе... Что это изначально было? Это изначально был не просто протон, это был еще протон с электроном. Вот так вот. И все H1, которые здесь есть, они все такие. У них у всех есть свои электроны. Даже у нас получается вот так вот, можно сказать, было. Это вполне могла быть молекула водорода на самом деле, которая просто сильно сжалась и преобразовалась в диетерий. Один электрон остается на диетерии. Должен был бы остаться, если бы у нас энергия не была превосходящей энергию инизации атомов. Давайте посчитаем, ради интереса оценить. Чтобы убедиться, в каком состоянии находится у нас вещество в недрах звезды, здесь отмечена температура, под которой происходит протон-протонный цикл. 10,6... О, 10,7 кельвинов. 10 на 10 еще стоит. Температура 10,7 кельвинов. И у нас известно, что энергия инизации водорода, энергия инизации водорода это 13 электрон вольт. Ну, 13,6. Приближенную. 13,6 электрон вольт. Один электрон вольт, если мы его в кельвины переведем по формуле E равно КТ, E равно КТ по формуле Больцмана, мы увидим, что это примерно 11 тысяч кельвинов. Ну, в общем, ряд 10,4. То есть у нас получается характерная энергия вот здесь, вот, в протон-протонном цикле. Я вот даже зря здесь электроны нарисовал, но они важны в том плане, что они исторически там были. То есть у нас получается характерная энергия частиц в протон-протонном цикле. Она составляет, так, 10,7 на 10,4, 10,3 электрон вольт. 10,3 электрон вольт. То есть это в сотню раз выше, чем энергия инизации водорода. Это означает, что вещество при такой температуре, оно полностью ионизировано. Электроны от атомов уже давно оторвались и живут своей жизнью. У нас вещество является плазмой и происходит полная ионизация практически вещества. То есть это не просто плазма, это высокотемпературная плазма, в которой электроны и ядра уже не связаны друг с другом за счет высокой температуры, потому что температура настолько высокая, что любое столкновение двух частиц, но даже если электрон к какому-то еду прилипает, любое столкновение этот самый электрон просто выносит снова вдаль. Уже электронные ядра не связаны. У вас, можно сказать, такая двухжидкостная двухкомпонентная система это вот такую смесь протонов, смесь электронов, две отдельных перемешанных компоненты, но они они взаимодействуют между собой, понятно, электростатически, это есть тоже физики плазмы, физической кинетики, большой раздел, как это описать. Наука красивая, незаконченная, очень в этом в чем-то интересно ее изучать, но мне о ней сейчас речь. Электронные ядра не связаны, поэтому у нас получается всегда вот в этом в любой реакции на этих этапах вот эти вот самые электроны, которые были вокруг протонов, они где-то рядышком, где-то копошатся, в стороне, не в стороне, не суть важно. Ну и самое главное, что вот у нас реакция произошла, у нас появился позитрон, появилась античастица, и эти самые частицы они друг друга могут найти. Они могут найти, а могут и не найти, с определенной вероятностью, потому что им надо пройти какое-то расстояние, надо просталкиваться друг с другом, может быть, какой-то не этот электрон, электрон, он вдруг из правого нижнего угла придет, все что угодно, масса вариантов тут возможно никаких неожиданностей нет. Но когда вот это столковение происходит, энергия выделяется в виде излучения. 1,4 мега электрон вольта, почему 1,4, 0,5,1, 0,5,1, а, прошу прощения, здесь не 1,4, здесь примерно 1, здесь примерно 1, 1,0,2, вот так, 1,0,2 мега электрон вольта приходится на фотоны, то есть получается происходит реакция аннигиляции, аннигиляция позитронов и электронов, которые были, они превращаются напрямую в излучение, причем 1 мега электрон вольт можно посчитать какая-то длина волны по формуле E равно h, вычислить частоту, вычислить длину волны, вычислить частоту, что это на самом деле очень суровая гамма-излучение, которое от видимого света очень-очень далеко. Это один путь, по которому энергия в этой реакции уходит, другой путь, это вот это самое нейтрино, оно получается собой уносит примерно 0,4 мега электрон вольт. на самом деле тоже немало. Очень немало она уносит эту энергию в виде кинетической энергии, потому что нейтрино это почти безмассовая частица, по современным данным масса нейтрино она менее 10 электрон вольт, поэтому у вас электрон, это наверное, так тоже тут сумбург, то есть электрон имеет массу в энергетических единицах примерно 0,511 мега электрон вольт. То есть это можно соотнести по формуле E равно mc в квадрате с граммами, это будет 9,1 на 10 в минус 28 грамму. 9 на 10 в минус 28 грамму. Вот по формуле E равно mc в квадрат мы переходим к массе по формуле Эйнштейна. Вот нейтрино получается имеет массу маленькую и вот эта энергия несущественна, но часть энергии она уносит в виде кинетической вот это получается энергия при нулевой скорости, а энергия частицы подвижной она по-другому записывается. m квадрат c в четвертой плюс таким вот образом. Получается есть статическая часть Эйнштейновская формула и есть кинетическая часть. Кинетическая энергия движущейся частицы она выглядит вот так вот в теории относительности. Опять же забегая вперед надеюсь что на курсе электродинамики вам это будет рассказано хотя бы более-менее детально но если нет то я боюсь что не успею это не смогу это легко вывести тут немножко надо поколдовать с некоторыми моментами но тем не менее если у вас частица движется с очень большой скоростью более-менее там стоящие заметные тысячные хотя бы доли скорости света она будет иметь энергию выражающуюся по такой формуле если мы разложим это дело в ряд мы увидим что у нас есть генетическая энергия обычно mv квадрат возникает mc квадрат плюс mv квадрат пополам плюс следующая слагаемая которая несущественная при малых скоростях вот нейтрино получается уносит себе энергию за счет второго слагаемого а не за счет первого электроны наоборот уносят энергию за счет первого они тяжелые они медленно движутся но не суть вот эти самые малую часть энергии вот здесь вот написано 2% в этой реакции уносят это это немало это очень немало учитывая что звезда это у нас механизм который находится в тонком балансе в тонком равновесии и плюс-минус процент это может быть довольно существенным на самом деле эффектом нейтрино для них характерно то что они свободно проникают через вещество почти не взаимодействуют с ним и поэтому они спокойно эту энергию у вас из ядра солнца и все она ушла в пустую рассеялась во вселенной потом ну как сказать рассеялась она видит эти же нейтрины во вселенной и подещает свою большую часть они очень-очень редко замодействуют с веществом вот вообще отвлекся сильно далее вот первый этап первый этап протон-протонного цикла два ядра водорода столкнулись породили дейтерий и что-то какая-то часть энергии сбросилась в виде кинетической энергии этого дейтерия что-то ушло на нейтрина что-то ушло на энергию аннигиляции электронов вернее выделилась при аннигиляции электронов по сути израсходовалась на их массу при реакции а потом превратилась в фотоны далее вот этот вот дейтерий он стабильный он долго живет никаких проблем нету с этим он гуляет у вас по ядру звезды и где-то наталкивается на еще один водород происходит вот этот второй этап я буду здесь вот обиду дейтерий находит еще один протон тоже с ним сталкивается вот уже вот вторая реакция дейтерий плюс протон появляется гелий-3 вот у нас возник впервые новый химический элемент в этой цепочке потому что дейтерий это тоже самый водород только чуть потяжелее химически он себя ведет точно так же а гелий-3 это уже два электрона и это уже другая совершенно система с точки зрения квантовой механики и прочих других и с точки зрения химии и всего остального при этом какая-то часть энергии тоже выделилась потому что гелий-3 он легче чем дейтерий и один протон вместе взятые поэтому вот у нас выделяется сколько-то мегаэлектронов вольт энергии можно перевести в джоули увидеть что в рамках одной реакции это у нас выделяются 10 минус мега 10 минус 12 10 минус 13 джоуля но на одну реакцию а учитывая какая плотность у нас вещества в ядре звезды сколько там частиц мы в итоге все это перемножаем и получаем что у нас выход энергии на самом деле очень огромный гигантский поистине и далее далее вот этот самый гелий-3 путешествуя по ядру он должен найти точно такой же гелий-3 который возник где-то ранее третий этап он на самом деле благодаря более менее высокой плотности вещества он хотя бы более этот процесс еще в какой-то степени вероятен если бы у нас была низкая плотность вещества вот здесь где все это происходит этот сценарий бы попросту был скорее всего неизвестен ну неизвестен невозможен практически невозможен простите что я так говорю было бы почти невозможен потому что нам нужно чтобы два протона столкнулись родился диетерий диетерий столкнулся с водородом родился гелий-3 где-то рядом идет такая же цепочка реакций такая же цепочка реакций потом эти два гелия-3 должны друг друга найти взаимодействовать и в итоге они рождают гелий-4 гелий-4 этот процесс на самом деле очень энергетически выгоден потому что он дает в данном случае дает примерно две трети энергии от всего вот этого цикла из трех компонентов из трех компонентов три шага полтора мегалитрон вольта пять с половиной двенадцати восемь двенадцати восемь двадцати семь я вот насчет этой цифры почему-то задумался потому что если посчитать сумму того что слева явно не хватает явно не хватает здесь так семнадцать восемнадцати три один и четыре девятнадцать и семь девятнадцати семь если я правильно посчитал проверьте это число проверьте пожалуйста уточните может быть немножко а хотя не почему-почему-почему у нас же по два все-все-все простите это 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 пара восемь утра сказывается вот вот эта вот реакция у нас происходит дважды эта реакция происходит дважды складываем все вместе получаем двадцать шесть и семь все хорошо вот все хорошо задумался вот вот этот вот самый процесс с образованием гелия четыре уже гелия четыре это вот такое альфа частица альфа частица то что называется альфа частицей ядро гелия четыре оно устойчиво оно долгоживущее в общем гелий-3 на самом деле тоже долгоживущее не является никаким радиоактивным ничего ну вот одна из топочек вращений которая дает нам больше восьмидесяти процентов энергии солнца как выясняется вернее как предсказывается с точки зрения вероятности реакции и прогноза температуры которая есть в ядре солнца то есть все вот это вот на самом деле это чисто предсказательная модель вернее то что мы говорим эти цифры восемьдесят четыре процента это результат оценки расчета сделанного на основе того какова вероятность реакции происходящих в ядре на основе оценки знаний наших о массе солнца и о температуре в его ядре температуру мы можем установить зная массу и оценивая плотность плотность мы можем оценить по опять же у нас есть размер солнца хотя бы видимый у нас есть сведения о том о его внутреннем строении потому что мы можем отследить как ударные волны от процессов на поверхности распространяются и выходят где-нибудь в других точках поверхности мы можем восстановить картину распыления плотности в ядре солнца ну и кроме того есть простые модели на основе модели идеального газа которые в общем-то позволяют тоже эти самые оценки массы плотной оценки плотности и температуры получить у нас получается что в ядре солнца просто температура такова что именно протон протонный цикл один здесь описан ПП1 не просто так ПП1 у нас сейчас их еще два будет следующие после перерыва протонный цикл один он является доминирующим в условиях нашей звезды в других звездах могут работать другие циклы и другие процессы давайте сделаем перерыв если какие-то вопросы возникают я оставляю демонстрацию экрана включенной можно написать в чат или можно будет спросить сначала когда продолжим давайте пока немножко чуть приостановимся дистант полезен можно за чаем сходить и ничего чем-нибудь спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Ну, пусто, пусто. Ничего страшного. Кошка загадочно у меня смотрит, сидит. Так, ну что ж, вот получается у нас есть протон-протонный цикл 1, который дает немалую часть энергии в случае нашего Солнца. Если ждать чуть потяжелее, чем Солнце, чуть потяжелее, то в ней, получается, температура в ядре растет. Температура в ядре растет за счет того, что, ну, банально, сильнее сжатие, больше давление, и температура получается выше. Температура получается выше, и может запуститься совершенно другой процесс, совершенно другой процесс, в ходе которого рождаются уже два гелия 4, но также из двух водородов. То есть, получается, вот у нас на предыдущем этапе, на предыдущем этапе, простите, вот у нас получается 4 ядра водорода суммарно, исходно были, а, нет, почему 4, не 4, а 6, 6, вот раз, два, три. И в другой ветке так же. Два ядра водорода плюс еще одно, получается, гелий-3, затем гелий-3, гелий-3 дают нам гелий-4, и еще два водорода обратно освобождаются. То есть, если так вот с точки зрения химии на эту реакцию смотреть, то у нас один из водородов здесь является условно катализатором. Вот, например, вот это, можно сказать, что у нас как будто бы вот это вот ядро, вот это вот ядро, сейчас другой цвет возьму, что у нас вот эти вот ядра, вот эти вот два ядра, допустим, что оно пришло, оно провзаимодействовало, какое-то время оно просуществовало в составе гелия-3, а потом распалось и вылетело обратно. То есть, можно сказать, что у нас вот это вот ядро, выделенное синим, оно играет роль катализатора, того самого катализатора, который в химии способствует проведению реакции, но не расходуется. Потому что, в принципе, сделать гелий-4 из дейтерия напрямую без водорода тоже можно, тоже можно. Дейтерий плюс дейтерий, это как раз в сумме, это есть гелий-4, потому что мы можем спокойно 2 плюс 2 в верхней строчке. И 1 плюс 1 в нижней. То есть, мы, в принципе, можем вот эту цепочку выкинуть и здесь сразу дейтерия плюс дейтерия сделать гелий-4. Но это требует больше энергии и больше температуры, чем у нас есть. Больше энергии и больше температуры, чем у нас есть, поэтому у нас рождается гелий-4. Не сразу, не сразу, а вот такой вот дополнительной цепочкой с участием водорода, который, по сути, играет роль катализатора. Он сначала приходит в ведро, потом оттуда исчезает. Сам по себе при этом не расходуется. То есть, у нас получается, из 4 ядра водорода рождается альфа-частица. В этой процессе. 4 ядра альфа, 4 ядра водорода нам порождают альфа-частицу, и 2 протона, они при этом остаются метромутами, играя роль катализатора, по сути дела. При более тяжелой реакции, при более высокой температуре, при более высокой температуре в ядре запускается цикл протон-протонный-2. Протон-протонный-2, да что ж такое-то? Простите. Ух, не, не чихнул. В ведре рождается цикл протон-протонный-2. Начало у него такое же. Начало у него такое же. Я здесь не стал выписывать целиком эту реакцию. Не стал выписывать ее целиком. То есть, до рождения гелия-3, до рождения гелия-3, вот эта вот цепочка, вот этот вот кусочек, это ИСПП-1. Из протонов родился дейтерий, из дейтерия и еще одного протона родился гелий-3. А вот дальше, ну, у него есть вероятность превзаимодействовать не с гелием-3, который родился в соседней цепочке реакции, а с гелием-4, который родился в соседней, более полной цепочке реакции. Потому что, вот, возвращаясь сюда, у нас вот здесь вот на выходе есть альфа-частицы. Кроме того, в составе Солнца у нас гелий есть еще и сам по себе за счет, ну, первичной гелии, скажем так, в составе звезды. В составе звезды, не обязательно Солнца. В недрах звезды есть первичный гелий, который еще из газа Вселенной туда пришел. То есть, у нас здесь вот возможен процесс гелий-3 сталкивается, возникает с таким сталкивается с таким же гелиям-3, а можно столкнуться с гелиям-4. Тогда процесс идет совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Вот гелий-4 пришел. Вот здесь. И тут уже возникают более тяжелые элементы. Возникает литий. Вот на этом этапе возникает литий. И он может... Что у нас здесь делают? Что с ним происходит? Неправда, бериллий-то возник. Возник бериллий-4, потому что протона у лития-3. Возник бериллий, и этот бериллий, он оказывается, условно говоря, радиоактивным. Он оказывается радиоактивным. Один из его протонов превращается в нейтрон. За счет обычного бета-распада. Обычный бета-распад превращения одного протона в нейтрон с выделением... Что я говорю? Так, прийдет, не ошибся ли? У нас заряд уменьшается, да? Положительный. То есть получается у нас... А, господи, не бета-распад. Не бета-распад, все. Это захват. Происходит захват электрона вот здесь. Захват электрона. Бета-распады тоже будут, но не тут. Вот происходит захват электрона ядром. Захват электрона ядром. При этом один протон превращается в нейтрон. Заряды компенсируются. Вот что происходит. То есть здесь вот на этой схеме не нарисовано. Сюда вот получается должен... Должен прилететь еще электрон вот в эту точку. Если ядро захватывает электрон, то оно превращается в литий уже за счет того, что один из протонов стал нейтральным. И вот этот самый литий, в свою очередь, может столкнуться с еще одним протоном и уже породить два гелия-4. То есть здесь получилась такая цепочка, что у нас в исходном составе у нас есть три протона. Не правда, четыре протона. Есть четыре протона, то есть вот исходные два, затем еще один добавочный и еще один в конце. Четыре протона и один гелий-4. В ходе всей этой цепочки четыре протона и один гелий-4 сцепляются в два ядра гелия-4. Две арха-частицы. То есть получается, что здесь мы можем рассматривать в роли катализатора гелия-4 на самом деле. Вот этот вот самый... Вот он как будто бы взял и прошел неизменным через цепочку, но при этом породил еще один и еще одного своего собрата. Точно такого же гелия-4, какой был исходно. Четыре частицы протона собрались вместе, родили ядро из четырех частиц. Тут в этом плане все четко, не придерживаешься ничему. Ничему не придерживаешься. Эти реакции чуть менее вероятны, потому что они требуют больше температуры. Они требуют больше температуры. Банально за счет того, что сила отталкивания гелия и дейтерия она побольше будет, чем даже у гелия-3, на самом деле. Гелия-3 с гелия-м3 они как-то легче взаимодействуют, как показывает опыт во многих случаях. Там уже возникают начинают действовать разные законы кванной статистики и прочих-прочих. В первую очередь связанные с целым и полуцелым спинным ядер. Особенности взаимодействия возникают. То есть, видите, что детали, на самом деле, которые определяют, почему идет та реакция нельная, их просто море, и все это, естественно, охватить очень трудно. Охватить очень трудно, но тем не менее такое базовое представление можно все равно пытаться сформировать. Базовое представление можно пытаться сформировать. Вот. У нас, получается, эта реакция в ядре Солнца тоже идет, но поскольку она требует более высоких температур, а температура в ядре Солнца примерно все равно одна и та же, эта реакция просто идет с меньшим темпом, с меньшей вероятностью. То есть, у нас меньше вероятности, что именно вот эта вот именно вот эта вот реакция, протон-протонный два цикла, в который фигурирует в качестве исходных элементов еще и гелий, что она пройдет. И эта реакция поэтому дает, на самом деле, тоже немалый вклад энергии Солнца. например, одна шестая часть. У нас получается пять частых, это протон-протонный один, вот это вот, весь исчерканно не списанный, протон-протонный один, самый основной для нас. И одна шестая часть, пять частых вот этот, одна шестая часть протон-протонный цикл 2. Попросту банально внутри Солнца меньше давление и меньше температуры, чем нужно для доминирования этого процесса. И у нас получается попросту его скорость, скорость вот этой реакции, она несколько ниже, несколько ниже. Здесь вот чистые вероятностные законы работают и никаких других особенностей. У нас получается скорость реакции, она дается так или иначе, ну температуру в первую очередь. То есть обычный принцип Лешетелье из химии, ну, вернее, не принцип Лешетелье, принцип Лешетелье, это про равновесие, да, простите, закон Орениуса, закон Орениуса, что скорость реакции, она экспоненциально, получается, будет возрастать с температурой. Экспоненциально возрастает с температурой, и в итоге у нас получается вроде бы вот этот вот цикл протон-протон-1 должен просто начинать идти очень-очень быстро, но ему на смену просто приходит другой цикл, который в данных условиях имеет большую вероятность, нежели протон-протон-1. И попросту один задавливает другой. Если у нас звезда будет чуть тяжелее, чем Солнце, чуть тяжелее, чем Солнце, потому что не масса Солнца, а где-нибудь 1,2 масса Солнца, вот так вот приблизительно я на скидку в течение говорю, то температура в недрах этой звезды будет как раз вот эти самые 20 миллионов кельвинов нужнее для протона-протонного цикла-2, и в этой звезде ПП-2 будет вам давать 80% энергии, а ПП-1 20%. То есть они вполне могут поменяться местами в более тяжелых звездах, и это абсолютно нормально, что в одной звезде так, в другой звезде так. Тем не менее, это все работает, по-прежнему, для главной последовательности, и ничего лишнего здесь не происходит. То есть и ПП-1, и ПП-2 циклы – это все звезды главной последовательности. Все звезды главной последовательности, типа нашего Солнца, может быть, Сириус-Вега, Альфа-Центавр – все вот в этом участке, вот в участке вот этого вот характерного постоянного наклона. Когда вот здесь начинается завал, такой хвост, вот там работает горение чисто по циклу ПП-1, и ничего там более не происходит, причем довольно медленно. Нас же интересует, на главной последовательности, именно вот этот вот участок основного такого вот наклона, который рисуется на диаграммах обычно под 45 градусов. Он является основным доминирующим. Вот. Но это еще не весь протон-протонный цикл, на самом деле, который может быть, потому что температура здесь 23 миллиона Кельвинов. А если у нас температура больше? Если температура больше, то, оказывается, может запуститься еще один цикл. Еще один цикл. А вот смотрите, здесь цепочка исходная, на самом деле, ну, почти такая же, как в предыдущем протон-протонный цикл. Здесь мы, если посмотрим внимательно, вот это у нас кусочек, до рождения гелия-3, это у нас кусочек ПП-1. Здесь, вот, до рождения бериллия-7 включительно, вот это вот кусочек ПП-2. То есть они, получается, вот вложены друг на друга, эти самые циклы, потому что исходная цепочка превращения, она та же самая. Это, в общем-то, логично, потому что температура выше, и протону с протоном просто базально легче столкнуться. Но вот при высоких температурах просто преодолевается энергетический барьер некоторых других реакций, которые были на предыдущем этапе невозможны. И в итоге у нас, вот здесь вот, становится возможным, вот на этом этапе, вот на этом этапе, нестолкновение бериллия с электроном. Вот давайте назад перелесну, вот у нас бериллий сталкивался с электроном. На том же месте бериллий плюс электрон. Электрон заражен отрицательно, ядро бериллия заражено положительно, им легче друг другу притянуться. А здесь становится возможным взаимодействие бериллия с протоном, Когда бериллий с протоном взаимодействует, он превращается в бор. Этот самый бор, в этом самом боре происходит бета-распад уже в данном случае. Вот позитронный бета-распад, вот здесь Е+, возникает. То есть это вот ядро бора, оно радиоактивно, неустойчиво. Бор-8 неустойчив. И он превращается уже в бериллий-8. В бериллий-8. Вот было 5 протонов, стало 4 протона, которые разваливаются на 2 гелия-4. То есть цепочка, получается, вот у нас предыдущая цепочка была через литий, здесь был литий. Но на предыдущем этапе у нас с протоном взаимодействовал литий, у которого 3 протона, 3 положительных заряда и 1 заряд у самого исходного водорода. То есть, получается, сила взаимодействия, здесь была энергия взаимодействия Q на Q, то есть, получается, энергия взаимодействия равна 3 единицам условно. 3 заряда в квадрате делить на расстояние межатомное. Здесь температура возросла настолько, что становится возможным взаимодействие следующего этапа, 4 заряда в квадрате, 4 Q, 4 E на E, вот так вот, энергия. Расстояние то же самое, расстояние действия ядерных сил, но энергия чуть-чуть побольше на единичку, на условную единичку. И поэтому, получается, если мы пишем для лития, вот здесь вот, энергия кулоновская, она здесь порядка 3, так, сейчас, 3 е в квадрате на какое-то характерное расстояние. Расстояние действия межатомных сил 10 минус 15 метра. 10 минус 4, здесь минус 15. То на этом этапе, вот здесь вот, температура становится достаточно для того, чтобы сработало взаимодействие, где она, вот здесь вот. Ням-ням-ням. Вот здесь вот, веглили плюс водород. Вот здесь вот энергия взаимодействия кулоновская, она уже порядка 4, E в квадрате на А. Параметры те же самые, но вот вместо тройки стоит четверка, и как раз вот эту четверку мы можем преодолеть за счет того, что температура стала чуть повыше. На предыдущем этапе шанса преодолеть эту самую четверку был меньше, а он определяется тоже, на самом деле, экспоненциальным законом, поэтому вот здесь вот становится, возможно, и такая реакция. В Солнце вот этот протон-протонный цикл 3, он вообще маловероятен, очень маловероятен, и вклада не вносит. Но если звезда достаточно массивна, если звезда, в общем-то, достаточно массивна у нас, то мы, этот самый цикл 3, мы его... Примерно 1,3 массы звезды, то в ней протон-протонный цикл ПП3 будет просто доминирующим, будет основным. Но у него есть одна интересная особенность, состоящая в том, что в нем основную энергию в этой реакции уносит нейтрино. У него уносит нейтрино, которое рождается вот здесь вот при сбросе, при бета-распаде бериллия. То есть здесь вот получается у нас позитронный бета-распад. Позитронный бета-распад. И именно в нем происходит основное энерговыделение. Вот эта вот нейтрино утаскивает за собой большую часть энергии, которая вообще в этой процессе выделяется. Что довольно-таки само по себе необычно, в чем-то. А бериллий, который вот здесь возник на последнем этапе, он разваливается тоже потому, что он радиоактивный. Вот это ядро просто неустойчиво. То есть получается бор. Неустойчивое ядро можно звездочкой пометить. Звездочка неустойчивое ядро. Неустойчивое ядро означает, что оно имеет энергию связи. Вернее, оно имеет дефект массы, скажем так, неправильный. Дефект массы у него такой, что этому ядру выгоднее развалиться на части, нежели оставаться цельным. И вот эта вот самая, ну скажем так, энергия ядра оказывается попросту больше, чем энергия отдельных его кусочков. Как, например, у урана. То есть уран разваливается просто за счет того, что когда в него попадает нейтрон, он, ну суммарно вот эта энергия системы, она становится выше, чем возможная энергия продуктов распада. Что в итоге приводит к этому, к самому раскалыванию ядра с выделением других нейтронов, с выделением тепла и рождением других элементов. Вот протон протонный цикл 3, он получается свойственен достаточно массивным звездам, которые находятся чуть выше Солнца на диаграмме Гельшпанга-Грессила по главной последовательности. Солнце он почти вклада не вносит, но в целом в массивных звездах он существенен. Единственная проблема в том, что он может плохо разогревать вещество за счет того, что энергию здесь вносит нейтрино, а нейтрино с веществом взаимодействует слабо. Но, учитывая высокую плотность вещества, вот этого вполне хватает. Этого вполне хватит, чтобы поддерживать ядро в равновесии. Кроме того, здесь еще энергией дают фотоны. На каждом этапе почти излучается по фотону. Вот здесь... Господи, где он? Вот тут гамма-излучение, тут гамма-излучение, тут гамма-излучение. То есть у нас получается на каждом этапе есть еще обычное излучение, которое хорошо поглощается веществом и которое обеспечивает его разогрев. Вот такие вот три базовых протон-протонных цикла. Три базовых протон-протонных цикла, которые, в принципе, важны, во-первых, для звезд, состоящих в основном из водорода. И именно эти протон-протонные циклы были доминирующими в ранней Вселенной, в ранней Вселенной, когда еще не было других элементов, кроме водорода и гелия. Потому что после Большого взрыва у нас был 80% водорода, условно, там 78-28% гелия, гелия-3, гелия-4, причем можно еще и их процентное соотношение отдельно посчитать, если захотеть. И следовые количества лития. Других элементов у нас просто не было. Других элементов не было, но вот видим, что у нас в недрах звезды вот вроде бы пытаются родиться, возникнуть более тяжелые элементы, типа лития, типа бериллия, но они все из этой звезды пока не выходят, потому что превращаются в гелий на этом этапе. Они превращаются в гелий. Что-то, может быть, конечно, не превратится долгое время, потому что все эти реакции носят вероятности процесса. Вот эта цепочка, она, конечно, прописана вся, но это не означает, что у вас этот протон с номером один, он возьмет и в этой цепочке дойдет у вас до конца. Вот так и останется. Вот что-то будет именно конкретный один протон, вам гарантии никто не дает. То есть это есть какая-то вероятность того, просто, то есть на каждой реакции есть вероятность, они все перемножаются, мы получаем какую-то исчезающую малую величину того, что вся цепочка вообще случится на самом деле. Но эта малая вероятность компенсируется высокой плотностью частиц и что хотя бы где-то, да, случится. В итоге у нас получается вполне нормальный, надежный процесс, регулярный и повторяемый, повторяющийся. Но, тем не менее, получается протон-протонный цикл, вот он башен для звезд массой порядка солнечной, он работает в более легких звездах, в более тяжелых звездах примерно до 1,2-1,3 масс Солнца. Вот опять же сказано про звезды первого поколения, причем я, собственно, говорю, что если в звезде есть только водород и гелий, то она у вас будет гореть по ПП-циклу, потому что у них просто банально больше ничего нет, больше горит нечего. Но если масса звезды достигает более 1,5-10 солнечной, 1,3-10 солнечной, то температура в ядре становится большой достаточно. Хотя, вот видите, получается порог указан в соответствующем ПП-2, 15 миллионов кельвинов, 15 миллионов градусов. И тогда в реакции потихоньку включаются более тяжелые элементы, водород, азот, кислород в первую очередь, которые в ядре уже могли накопиться в ходе предшествующих реакций, потому что в принципе есть процессы, которые могут их медленно в маленьком количестве продуцировать. Это не протон-протонный цикл, который дает энергетическую подпитку звезды. Это просто другие побочные ветви, которые мы не рассматривали. У нас есть все равно вероятность того, что, например, три ядрогелия возьмут, слипнутся друг к другу и станут неожиданно превратиться в углерод. Есть вероятность этого. Ничтожно малое, но есть. И вот это вот, получается, существуют процессы накопления вот этих вот CN и О и более тяжелых элементов даже в звездах с притон-притонным циклом. То есть даже в ПП они могут накапливаться. То есть если у вас даже в звезде первого поколения их еще нет, в звездах второго поколения они уже присутствуют, можно сказать, что накапливаются медленно, но верно. С какой-то вероятностью вы можете в реакции синтезировать спокойно и углерод, и азот, и кислород, и даже более тяжелые элементы. Но эти вот три являются основными и наиболее существенными для звезд на главной последовательности тоже. То есть у нас получается главная, одна цепочка, это звезда главной последовательности. Получается, все, что легче, скажем так, правая половина главной последовательности. Я перелестал обратно. Вот здесь вот. Вот в этом хвосте у нас доминирует ПП-цикл. ПП. А вот в этой цепочке у нас доминирует ЦНО-цикл. То есть есть вполне четкое разделение. Посерединке, конечно, все в перемешку. Все в перемешку, даже у нас на Солнце все в перемешку. Тем не менее, получается все, что выше и левее Солнца на главной последовательности звезды на диаграммах спектра светимости у вас горит по ЦНО-циклу, а все, что правее и ниже, оно предпочитает использовать в качестве источника энергии водорода и гелий. Вот. Как этот цикл происходит и что в нем интересного и почему он такой сложный, и главное, почему он цикл? Почему он цикл? В нем особенность вот в этих реакциях в том, что заглавные, скажем так, химические элементы углерод, азот и кислород, они в этих реакциях не расходуются. Они работают тоже как катализатор. Какая-то цепочка реакции запускается, причем она может начаться с любого этапа, вот здесь перечислен список, вы можете стартовать с любой совершенно, были бы нужные элементы. И вы можете в итоге, вы придете по цепочке обратно обратно к началу. То есть можно здесь замкнуть линию вот так. То есть это на самом деле действительно самый очень-очень обычный цикл. Вот. Самый очень-очень обычный цикл, и мы можем с любой точки стартовать, и все равно в итоге цепочка реакции, она пойдет, она будет непрерывной, и она будет одинаковой. Среди циклов придумано, ну, описано на самом деле великое множество, для звезд, по-видимому, наиболее существенные четыре из них. Четыре из них. Вот цикл CNO-1, CNO-2, CNO-3, которые я здесь сейчас рассмотрю, они как раз были придуманы именно вот этим, именно были придуманы Бета и Вейтзекер. Вот здесь можно копирайт, хотя в науке копирайт что-то сложное. Как раз Бета и Вейтзекер. Так, Вейтзекер. Или Вейтзекер, как угодно пишите, он немец, ему это. В общем, там те самые жуткие немецкие сочетания обух, которые непонятно, как произносить. Я в французском хуже. Ладно, о чем это я. Вот, CNO-цикл получается, вот изначально был придуман Бета и Вейтзекером в 1930-х годах, потом стало ясно, что для Солнца этот цикл не является основным, не является доминирующим, но тем не менее он существенен для тяжелых звезд. Так что, в принципе, думали неправильно, хоть и не о том, не о тех звездах, за которыми мы можем наблюдать. Просто оказалось, что условия для церкви циклов вне так Солнца почти не достигаются. Температура маловато. В то время, как для протона-протонного цикла созданы все условия. Ну и вот, опять же, мы считаем, что Солнце это такая наша эталонная звезда. Эталонная, потому что мы ее можем хотя бы изучить целиком, более-менее подробно поэтому мы про нее знаем больше, считаем ее за эталон. Так вот, церенот-цикл. Здесь вот такая хитрая цепочка превращений. Видите, что углерод становится азотом, потом становится опять углеродом, только более тяжелым, потом опять азотом, кислородом. Тут оказывается радиоактивным, разваливается на азот снова. Странно. Так, 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 так. Где курсор? Вот курсор. Нашелся. Вот этот вот кислород, он здесь радиоактивный, он испытывает бета-распад. Всего эта реакция выделяет, всего выделяется 27 мегаэлектронов вольт энергии за все эти шесть шагов. И самый прикол в том, что у нас на входе был углерод С12-6, а на выходе у нас получился опять углерод С12-6. Вот это вот. Вот это ядро, оно получается в реакции вступило, прошло, прошло, прошло цепочка превращений, и из него вышло, каким было, таким осталось. То есть, получается, здесь С, по сути дела, является как бы катализатором. Но поскольку реакция циклическая, мы можем сказать, что ну хорошо, а может быть у нас тогда вот, например, у нас азот вступил в дело. Проходим цикл, проходим, 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 и хоба, мы опять азот получаем. И то же самое с кислородом. То есть, особенность в том, что здесь С, оно, так, через запятую надо написать, то есть, вот эти вот самые химические элементы здесь, С, Н и О, они играют роль катализаторов. Они играют роль катализаторов, они в процессе этих реакций долгое время не расходуются, и именно благодаря этому они обеспечивают тоже долгое существование звезд на главной последовательности. То есть, как бы звезда не пыжилась, она в итоге с помощью углерода, азота и кислорода попросту обеспечивает по-прежнему переработку водорода в гелии. Вот единственное, что здесь расходуется в этих реакциях, это водород. Только водород, а все остальное остается вот водород, вот водород, вот водород, вот водород. Четыре водорода снова дали нам гелий. Как в ПП-цикле, точно так же, там четыре водорода нам дали гелий. В любом из вариантов ПП-цикла мы это получаем. Здесь точно так же мы, получается, из четырех атомов водорода получаем одно новое ядро гелия, а все остальное обратно возвращается на круги своя. В этом довольно интересная, на самом деле, цепочка, И в этом плане она очень долгоживущая, она может долго существовать до тех пор, пока не выгорит в звезде весь водород. Когда вот у нас одна из цепочек водорода становится недостаточной для запуска хотя бы одного из шагов, у нас начинаются другие процессы, начинают доминировать, и в итоге там все в звезде уже равновесие может нарушиться, и все очень становится грустно и плохо. А так пока по-прежнему все более-менее устойчиво и хорошо. Единственное отличие в том, что вот видите, здесь такая приписка сделана, что все эти реакции, они довольно маловероятны с характерным временем порядка миллиона лет. То есть у нас в обычных условиях, скажем так, при низком давлении, при высокой температуре, но при низких давлениях у нас эта реакция сама по себе, в общем-то, она не обязана идти, она и не хочет, в общем-то, идти никуда. Ну, за миллион лет-то, может быть, у вас один раз цикл повернется. Но за счет того, что в тяжелой звезде у нас гигантская плотность вещества, опять же, это уже по тому разу сегодня говорю, сколько-то этих реакций мы все-таки наблюдаем. Сколько-то этих реакций мы наблюдаем. Это на Солнце они дают очень малый вклад в энергетический выход в целом. Очень малый вклад. Но даже они способны в итоге обеспечить подпитку энергии звезд более тяжелых, в которых водород, водородный цикл уже оказывается недоминирующим, и в которых есть достаточное количество более тяжелых, более тяжелых ядер, простите. Достаточное количество более тяжелых ядер. Природ, получается, не расходуется здесь. Есть еще два, у меня описаны здесь на слайдах еще два типа цикла, даже три. Вот коротко, просто без детализации, без ничего. Вот СНО-2, СНО-3, СНО-4. Они работают в звездах примерно до полутора солнечных масс. И это все характерные температуры в пределах 20-40 миллионов кельвинов. 20-40 миллионов кельвинов приблизительно вот эти вот... 20-40 миллионов кельвинов. Это довольно грубо, на самом деле, прикидывают. Точно надо смотреть под рукой точные цифры и уточнять. Вот, они дают, в принципе, менее процента выхлопа солнечной энергии. Третий, четвертый вообще работают в массивных звездах. Видно, уже в то же дело включается. Но, тем не менее, вот все эти цепочки, они все замкнутые тоже. Они все тоже замкнутые. Вы можете в любой момент из конца этой цепочки перейти. Ну, 15-7 азот, 15-7 азот. Вот здесь точно так же. Исходные компоненты, они... Исходные и конечные компоненты здесь одинаковые, поэтому мы можем эту цепочку рассматривать именно как цикл, как замкнутый цикл реакции, превращений. И стартовать с любого момента. Все они дают примерно одинаковые выходы на гететические, потому что там примерно одна и та же цепочка реакций. Вот в какой-то момент у вас рождается здесь всегда гелий-4. В какой-то момент рождается гелий-4. Специально я его выделил, где он появляется. Но исходно получается, вот первый элемент плюс водород. Первый элемент плюс водород, потом по цепочке, по цепочке, по цепочке. Еще 4 водорода дают нам гелий-4. Всегда. Всегда в этих вот процессах простых базовых ПП-цикла, ЦНО-цикла у нас 4 атома водорода попросту схлапываются в одной и другой гелия. Это главный процесс, который здесь происходит. Если температура звезды более высокая, еще более высокая, в недрах звезды, там реализуются так называемые цепочки ход ЦНО, H-ЦНО. Я уж не стал их выписывать, по-моему. Да, слава богу, не стал. Там уже свои особенности есть. Но тем не менее, вот получается и эти цепочки, и ПП-цикл, они очень устойчивы. Главный смысл. Они очень устойчивы. Они позволяют за эти долгое время, миллионы и миллиарды лет жить на главной последовательности и спокойно расходовать, преобразовывать водород в гелий до тех пор, пока водород вообще есть. А вот что происходит, когда у нас нету водорода, когда водород заканчивается? Когда водород заканчивается, все становится довольно странно. Все становится довольно странно, потому что здесь есть одна из основных реакций, обеспечивающих энергетику звезды после горения водорода. То есть у нас получается здесь вот аж закончился почти полностью. Аж закончился. В итоге углерод, азот и кислород существовать уже не могут. Вернее, углерод, азот и кислород не существовать, простите, работать СНО-цикл не может, потому что водорода не хватает. Им для СНО-цикла нужно, чтобы был водород всегда свободный, отдельный. ПП-циклы тем более не работают. А так начинает работать гелий, потому что его становится много. Его становится много. Но здесь вот такая очень странная цепочка реакций. Вот у нас рождается... Ну, мы можем столкнуть два ядра гелия. Ну, хорошо, столкнем их. Получаем бериллий, который радиоактивный. У нас вот это вот ядро, вот это ядро бериллия, оно на самом деле все такое пульсирующее. Колычется все, как капелька жидкости. И ничто не мешает ему просто взять и обратно разорваться на два ядра гелия. То есть вот этот вот процесс... Вот этот процесс, он на самом деле обратимый. Очень легко обратимый. И происходит вот это захарактерное время какие-то фемтосекунды попросту. Это ничтожно малый процесс времени. По сравнению с предыдущими реакциями, которые мы говорили, что у них там характерное время 10, там, 8 лет, да. То есть гелии, получается, они прошли рядышком и вот вроде бы слиплись за счет ядерных сил, но эти ядерные силы там настолько слабые, настолько плохо склеивают это ядро, что оно попросту обратно разваливается. Но если рядом есть еще одно и другое гелия, оно может прилипнуть к этому берилю. Вот здесь вот. Вот оно берет и к нему прилипает. Берет и прилипает. Хорошо, вот оно взяло, прилипло, окей. Но на выходе что получилось? На выходе получилось 2 плюс 4. Это 6 в 6 элемент. Это углерод. Масса действительно тоже 12. Углерод С6-12 это самый массовый в природе углерод, который и нас с вами составляет, и все-все-все. Его 99% почти, что в Вселенной. На Земле, по крайней мере. Не все так просто оказывается. Вот это ядро гелия, оно тоже пульсирует. Оно тоже пульсирует, оно тоже неустойчиво. Получается, вот они столкнулись, оно у вас все завибрировало. Вибрирует, вибрирует, жужжит, жужжит, колышется, прочее-прочее. Находится в возбужденном состоянии. То есть, вот эта столба находится в возбужденном состоянии, означает, что это ядро просто у вас все трясется, колышется, пульсирует. И там вот, по сути дела, такой сгусток, в котором бегают 3 независимых альфа-частицы. На каких-то орбитах, вот сильно центр. Вот если так вот грубо представлять, можно сказать, что возбужденное ядро, это у вас сфера, внутри которой 3 независимые альфа-частицы бегают по общим орбитам или по разным орбитам. И на самом деле тоже очень-очень слабо связаны. И если энергию кинетическую этих частиц не сбросить, ядро обратно развалится. И это происходит с вероятностью почти 100%. Почти 100%. Но иногда оно успевает сбросить эту самую энергию, в итоге частицы кинетическую энергию теряют, скорость у них уменьшается, они хоба и слеплюсь. И получается устойчивый, хороший углерод, который долгое время может дальше в ядрах этой цели существовать. Тряная гелиевая реакция это называется, потому что нам нужно 3 ядра гелия. И нужно огромное везение, как можете посмотреть, потому что нам нужно, чтобы бигель не развалился, чтобы рядом прилетела еще одна и другая гелия. И нужно, чтобы углерод сбросил с себя еще лишнюю избыточную энергию. Вообще какая-то совершенно фантастическая такая цепочка кажется. Но именно за счет этой цепочки у нас в недрах и нашего Солнца, и других звезд рождается в принципе вообще углерод. Это основной источник углерода. Исходно. Исходно. Это потом его можно другими реакциями получить. А исходно, тем не менее, даже до ценного цикла мы можем накопить углерод благодаря тряной гелиевой реакции. И когда у нас углерод становится стабильным, он сбрасывает избыток энергии. Вот с описанной здесь энергией 7 мегалитронов вольт. Это не так уж много, в общем-то говоря, но тем не менее, это обеспечивает подпитку энергии звезды. И в условиях высокой плотности звездного ядра это вполне достаточно. Так звезда проводит еще 10% времени жизни. Еще 10% времени жизни. Ну а дальше начинается цепочка горения тяжелых элементов, про которые я, видимо, давайте расскажу уже в следующий раз. В следующий раз, поскольку здесь тоже можно много и долго рассказывать о происходящем. Вот так вот. Довольно обращается пашка реакции. Взрыв сверхновый. Разные-разные объекты. Здесь коротко, но, скажем так, тоже интересно. А тройная гелевая реакция – это почти 10% жизни звезды. То есть до этого получается ПП-цикл, ЦНО-цикл – это 90%, тройная гелевая – это 10%. Вот. Давайте я останавливаю демонстрацию экрана, останавливаю запись занятия. Если есть какие-то вопросы, уточнения, не знаю, пожелания что-нибудь, то, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!